Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Волгский сад, с вами Елена. Сегодня посмотрим на розы, гортензии, лилии, увидим последний распустившийся пион, пробежимся по съедобной части сада и в конце понаблюдаем, как изменились наши хвойные. Уже середина июня. По-прежнему погода удивляет в этом году. Вчера прошел сильный ливень и два дня назад был небольшой дождь. Растения так обрадовались обилию влаги, что резко пошли в рост. Но не только они. Сорняки всех видов повлазили отовсюду. Приезжая в сад, раз в неделю не успеваешь с ними бороться. Только когда иду в отпуск, могу привести все в порядок. Ну что, дорогие друзья, давайте смотреть, что изменилось в нашем саду за две недели. Начнем с входной зоны, где раньше был розарий. Первые розы начали распускаться. Сразу цветник заиграл яркими красками. Доцветает шалфей крадона. Еще немного и его обрежу на второе цветение. Дербенники прижились и скоро будут радовать нас своим цветением. В этой клумбе посажены вероника, лаванда и различные злаки. Еще растет вербена банарская, которую я выращивала из семян. Ее прихватило морозом, но после высадки в этот цветник пришлось ее обрезать и потихоньку она пошла в рост. Клумбу в природном стиле я делала весной. В ней осталось несколько роз, которые выжили после зимы. Со временем она разрастется и должна выглядеть как единое целое. Замульчировала ее корой лиственницы мелкой фракции, но сорняки не дремлют. Слой маловато, поэтому планирую сюда подсыпать еще коры, возможно крупные фракции. Если заметили, листья у роз подгрызены. Успела только два раза их обработать от болезней и вредителей баковой смесью. Конечно, этого маловато, но погода по выходным была слишком ветреная, поэтому пришлось некоторые обработки пропустить. В целом клумба, как получилось, меня устраивает. Когда разрастется, будет выглядеть красиво. Навес достраивается, осталось положить профлист, покрасить старый гараж и навести порядок. За навесом видим укровной материал. Под ним посадил клематисы третьей группы обрезки. Он закрывает растения, пока они приживаются. Сорта Камтезда Бушо и Лютер Бирбанк. Они были отправлены мне как раз тогда, когда произошел сбой в работе с ДЭК из-за хакерской атаки. Покупала у Светланы Александровой. У нее, надо отметить, очень отличный посадочный материал. Посылка шла две недели, а должна была приехать через три дня. Растения выглядели вот так. Вытянулись, цвет листвы обесцветился, жалко было на них смотреть. Ком земли сухой, но газета сверху была немного влажной. Корневая у клематисов отличная. Посадила их, теперь они начинают восстанавливаться. Хочу видеть цветущий забор, надеюсь, у меня это получится. А теперь, друзья, чудо. 15 июня на Магнолии Ред Барон распустился цветок. Вот такой небольшой. Я такого от Магнолии не ожидала, но это приятно. А за ней мы видим черешни. Розовая брянская и вишня черешневый гибрид Чудо-вишня, которые дней через 10 порадуют нас своим урожаем. У многих в этом году в Саратовской области цветение вишни пришлось на заморозки. И урожая, к сожалению, не будет. Нам повезло. Деревья, которые перед дачей, не пострадали. А за дачей вишни Харитоновская и Жуковская немного подмерзли. Там урожая будет меньше, но все-таки будет. Все сорта исключительно вкусные. А это последний цветущий пион в этом году. Называется Саномахало. Нежно-желтый махровый пион позднего срока цветения. Цветок огромный на молодом растении. Очень красивый, но пока требует подвязки. Стебли не выдерживают. Душистый пион имеет нежный приятный аромат. А рядом с ним лилии готовятся к цветению. Посмотрите, какие бутоны они набили. Некоторые малышки уже даже распустились. Продолжаем ждать основного цветения. А вот страдальцы этого года. Клубника. Одна молодая посадка не пережила зиму совсем. Другая деленка цвела во время заморозков и сильно пострадала. Теперь прошел сильный дождь. А клубнику недели никто не собирал. Спелая вкусная ягода побилась дождем. Вот такой непростой год. Я много экспериментировала с сортами клубники. Сажала разные и смотрела, какие нам понравятся больше всего. На данный момент остановилась на сортах. Купчиха, Шугалия, Чемортуруси. А из ремонтантных оставила себе два сорта. Шарлотта и Аня. На нашем участке они проявили себя наилучшим образом. Вкусные, сладкие. То, что нам надо. И вот мы с вами видим результат после сильного ветра и дождя. Ветка метельчатой гортензии надломилась. А в других местах и обломились совсем. Метельчатые гортензии чувствуют себя хорошо. На данный момент я их два раза подкормила удобрением кристаллон для гортензии и весной изложила осмокот. Решила в этом году их побаловать. Скоро увидим результат. Крупнолистные гортензии немного хлорозят. Я их тоже подкормила в эти выходные. Им в этом году тяжело. Из двух гортензий зора одна у меня все-таки погибла. Посадил на ее место новинку. Древовидную гортензию Кандибал Сорбет. Очень мне нравится древовидная гортензия своей неприхотливостью. Посмотрите, как сейчас выглядит Стронг Аннабель. Начинают поспевать первые ягоды малины. Она в этом году показывает нам много ягод. Значит, будет хороший урожай. Главное, чтобы от солнца она не сварилась, когда поспеет. Ежевика, как мы с вами видим, тоже в порядке. И голубика пока выглядит отлично. Ягоды наливаются. На кусту их много. Даже страдалица блюкроп оклемалась и тоже завязала ягоды. Чему я очень и очень рада. Дошли мы с вами до винограда. Вторичные почки дали зеленую массу. Виноград потихоньку восстанавливается. Кое-где завязались грозди. Посадки молодые. Сорта посажены. Ландыш, дубовские розовые, кишмиш лучистый и кишмиш юпитер. Выбирала сорта по отзывам в интернете. Очень надеюсь, что они будут вкусными. А далее посмотрим на наши хвойные растения. Как они выглядят в середине июня. Перед нами елочка Пересорт. Это подарок с табличкой Ель Хупси. Тяжело перенесла весенние заморозки. Сидела до середины июня, никак себя не проявляла. И только сейчас показала молодой прирост. Он странный. Какой-то светлый. А в прошлом году был салатового цвета. Я ее называю елочка-загадка, которой хотелось бы разгадать. Кто же это на самом деле? А она каждый год разная. Все время уходит от ответа. Продолжаем за ней наблюдать. Сосна Адегард сейчас выглядит вот так. Белый прирост изменился, но до сих пор выглядит нарядно. По вашим советам удалила молодые зачатки шишек на сосне Витхорст. Это второй экземпляр, который почти был без корней. И она стала выдавать молодой прирост. А это первая сосна Витхорст, которая у нас зимовала. У нее прирост немного больше. И по-прежнему желтой стоит сосна Тейлор Санберст. Как долго она держит молодой прирост. Этим она мне очень и очень нравится. Мы поиздевались на туи без названия, у которой было много стволов. Оставили три. Остальные вырезали и оголили ноги. Справа от нее растут две туи-коломны, которые выращиваю из черенков. И она им мешала развиваться. Теперь нам кажется всем хорошо. Вот на этом и закончу сегодняшний обзор сада, дорогие друзья. Я с вами прощаюсь. Вы были на канале Волский сад. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!